Федеральный закон о новом виде транспорта Hyperloop в России примут уже в следующем году. В этом уверен один из инвесторов проекта и глава группы компаний Сумма Зиавудин Магомедов. В интервью РБК он заявил, что рабочая группа Министерства транспорта по этому вопросу сформирована. И в осеннюю сессию законопроект внесут в Думу. По словам Магомедова, это позволит значительно сократить скорость доставки товаров. Сегодня среднее время, которое затрачивается на перевозку одного контейнера с Китая в Европу 40 дней. Среднее время, которое занимает логистика одной посылки с Китая в Россию 5 дней. Хотя там один из крупнейших провайдеров в мире Alibaba поставили себе цель 72 часа глобально. Соответственно, ни в ВСМ, кроме авиационного сообщения, ни один, скажем, другой вид транспорта не способен сегодня дать такую опциональность. Хаберлуп это сделает. Это два дня. С остановками, там будет несколько, по территории России, понятно, будет сухой порт, на территории Казахстана будет сухой порт, в Европе будет сухой порт. Продолжение следует...